Добрый день! Добрый вечер! Я Лариса Кириллова на телеканале ЛРТ+. Вы смотрите цикл программ «Латгальская специальная экономическая зона и бизнес». Мы продолжаем разговор об этом, скажем так, объекте. И сегодня узнаем, насколько эффективным, плодотворным является сотрудничество Латгальского региона планирования с местными самоуправлениями. Также узнаем о том, насколько это сотрудничество является эффективным в поиске инвесторов, в том числе и иностранных, и создании привлекательной бизнес-среды в нашем регионе. И я представляю своего гостя. Это председатель комиссии по надзору Латгальской специальной экономической зоны Янис Лачберсис. Добрый вечер, Янис Антонович! Здравствуйте! Итак, мы в прошлой программе с вами уже говорили о том, какие результаты были достигнуты за этот, ну скажем так, все-таки небольшой промежуток со дня работы Латгальской специальной экономической зоны. Мы говорили о привлечении новых инвесторов в наш регион, но, как говорится, повторение мать учения. Все-таки пару слов о тех результатах, которые действительно добилась Латгальская специальная экономическая зона за последние годы. И какие преимущества все-таки получают предприятия, становясь участником этого проекта, скажем так? Ну, если говорить о результатах, мы обычно говорим о сколько создано рабочих мест, сколько привлечено инвестиций, сколько будет налогов и льгот, то фактически это не результаты Латгальской СЭС, это результаты тех предприятий, которые работают, которые эти рабочие места создают, которые платят налоги, которые получают налоговые льготы. Именно они проводят инвестиции, поэтому это их результаты, но мы помогаем этим предприятиям, предоставляем определенные налоговые льготы. И вот эти предприятия уже создали 243 новых рабочих места, и когда закончат те проекты, которые у нас с ними подписаны при реализации, их будет еще 177. Именно эти предприятия, вот эти инвесторы вложили в развитие своего бизнеса больше, чем 35 миллионов евро. Это достаточно хороший импульс для развития этих предприятий, а также и для развития нашего региона. И они это сделали, и что же получили в ответ? А в ответ они получают возможность получить налоговые льготы на сумму 15,7 миллиона евро. То есть это достаточно существенная помощь развитию бизнеса в нашем регионе, и мы работаем вместе с ними. Это наши партнеры, это они делают, а мы помогаем. Не будем присваивать в ангарский СЭС те результаты, которые добились предприятий в результате своей работы. Если говорить, какие льготы они получают, основная льгота, конечно, для них сегодня это скидка на... Недвижимость, нет, недвижимость 100%, но это не самое главное для них. Налог на недвижимость не такой большой для предприятий, работающих в Латвии, особенно в Латгалии, где стоимость недвижимости не так высока, соответственно, и налог. Это налог на прибыль предприятия. Они получают 80% скидку на этот налог, и это главный финансовый для них инструмент. Что хорошо произошло изменение в законодательстве, что получают они льготу не только на инвестиции, оборудование, земля, здания, что они приобретают или развивают, но и на вновь созданные рабочие места, на зарплату, которая там выплачивается вместе с налогами. И сумма этих выплаченных зарплаты налогов берется за два года, и вот с этой суммы уже получают льготу. Опять же, в основном, налог на прибыль могут получать льготу и налог на недвижимость. Ну, там есть условия, что два года от работы, и тогда на это будешь получать. В сегодняшних условиях надо идти еще дальше и изменять эти условия. Ну, может быть, мы поговорим об этом немножко позже. Но важно то, что уже произошло, и сумма льготы, которую получает предприятие, она увеличилась на 5%. Если до этого они получали льготу от 35% до 55% от произведенной инвестиции, в зависимости от большой, маленькое или среднее предприятие, то сейчас она от 40% до 60%. То есть за такую же инвестицию налоговая льгота, которую они смогут получить, стала больше. Ну, вы уже сказали, что, ну, понятно, первый этап достигнут, результаты такие-то, такие-то, но нужно идти вперед. И, ну, говоря о развитии бизнеса, ну, мы уже понимаем, что государство не будет себе тоже в быток, как бы, да, строить какие-то планы или поддерживать какие-то проекты. Но, тем не менее, на какие налоговые льготы в будущем смогут или смогли бы рассчитывать инвесторы, предприниматели? Над чем вот сегодня работает тогда Латгальский ленопланирование, ну, администрация Латгальской специально-экономической зоны? Конечно, мы стараемся улучшать те условия, которые, поддержки, которые получают предприятия, ну, как бы, исходя из требований сегодняшнего дня. Сегодня понятно самое, да, цены взлетели на энергоресурсы, в принципе, инфляция идет, ситуация на границе, в принципе, если она в долгие времена, долгое время мы считали, что это наше преимущество, сегодня стало, наоборот, проблемой, граница закрыта, да, и дополнительные риски, которые, особенно иностранные инвесторы видят при инвестиции здесь, в Латгалье, да, близко с границей, поэтому нужны дополнительные льготы. Но самое главное, конечно, то, что мы видим в предприятии, и в этой ситуации есть проблема, ну, с теми, кто работает у нас в зоне, появляется проблема с оборотными средствами, да, кто-то ее компенсирует за счет поднятия стоимости продукции, это, когда должны все, но это больше речь о рентабельности. А здесь можно говорить и очень просто, и сегодня государство оказывает поддержку, себе не выбуток, да, ведь оно уже, предприятие провело инвестицию, или создало вновь рабочие места и выплатило зарплату, получили и экономическую активность здесь эти люди, которые получили зарплату, и предприятие платит все остальные налоги, которые есть, да, и причем это все на вновь созданных, производственных мечтах или рабочих местах. Здесь для государства то, что она от этой инвестиции отдает налоговые льготы, там, ну, скажем, от 40 до 60 процентов, это та из тех денег, которых без родителей просто бы не было, здесь нет никакого убытка для предприятия, и мы считаем, что сегодня очень важно, чтобы вот деньги, эту налоговую льготу, которую предприятие может получить, они получали бы как можно скорее после проведения инвестиций. То есть если создаются вновь рабочие места, выплачивается зарплата не через два года, да, а буквально проработал два месяца, выплатил зарплату, он же создал уже рабочие места новые, он уже эту зарплату поплатил, он проплатил все необходимые налоги. Почему за, ну, хорошо, два месяца проработал, за один месяц проплаченный налог, да, и вы выплачены зарплату, уже не дать ему права получить инвестиции? Никаких потерь, никаких дополнительных расходов. То есть просто не происходит накопления вот этих налоговых денег, ну, кармального государства, лесового управления, да, потом государство с ним поделилось, а уже сразу даем льготу, а не через два года. Причем сегодня же эти деньги предприятиям очень нужны в этой ситуации, и никаких дополнительных инвестиций от государства не требуется. Просто вы бы хотели, чтобы эту льготу можно было применять и на налоги на рабочую силу. Потому что налог на прибыль тоже можно получать по окончанию года, подали отчет, там, полгода прошло, это буквально реально через год, да, и то, если у вас еще эта прибыль на этот год сложилась, если ее будете выбирать, да, а здесь налог на рабочую силу предприниматели платят каждый год, да, потом ее можно будет вернуть выплаченную помощь, льготу как налог на подоходные или социальные, ее можно будет вернуть от той части налога на прибыль, которую, ну, уже не будет получать льготу предприятия. Поэтому это очень важно, это была бы очень, на наш взгляд, существенная помощь предпринимателям, которые в этой кризисной ситуации работают, которые в этой ситуации развиваются. Есть еще дополнительные, как бы, аргументы в пользу того, что риска для государства практически нет. И кого же поддерживать, если не тех, кто развивается. Поэтому считаю, что в кабинете министра Клоди, когда была выездная комиссия, были подготовлены, ну, анализ ситуации и предложения. Сейчас вместе с министерством регионального развития предложения по улучшению работы мы готовим. Надеюсь, что и новое правительство, и новый САИМ отнесутся с пониманием к этим предложениям. И было бы очень хорошо, если бы к концу декабря мы уже могли бы работать с предприятиями, они могли бы получать налоговые льготы уже в новом режиме. Я повторю, то есть, если предприятие инвестировало, условно, там, полмиллиона, и получило, там, возможность налоговый льгот получать 300 тысяч, они не станут больше, эти 300 тысяч. Только их не надо будет ждать год-два, их можно будет получить часть на сколько ты проинвестировал, столько на ту часть и получай налоговый льгот сегодня. Ну, то есть сейчас пока вот переходное время, ну, скажем так, на государственном уровне, да, там, от одного САИМа к другому. Вопрос на паузе или все-таки работа продолжается? Ну, мы-то работаем, мы оформляем эти предложения, мы говорим с людьми, которые, на наш взгляд, будут принимать участие в принятии решения, да, объясняем им эту ситуацию, чтобы не было так, вот они там будут. Ну, у них проблем будет очень много, и вопросов, которые решать, чтобы наш где-то не осталось, не появился потом новым и непонятным, да. Но опять-таки, вы... Это ледневная работа, это наша обязанность. Но вы делаете это не только для себя, но, получается, и для всех свободных энергоемических зон, которые работают в Латвии, да? Нет, ну, мы готовим как свое предложение это дело, и мы говорили с нашими коллегами из других специально-экономических зон, они все, в принципе, поддерживают. Нам не... Мы не против того, что они подключатся к нам, они помогут нам продвигать эти предложения и получат такую же льготу, да, потому что, а что у них предприятия? Ну, у них нету, конечно, проблемы с границей, там, да, удаленности, там, от портов, там, определенные вещи. Но наша территория, так и все, все, в Галле, они все работают, ну, в ограниченных территориях, поэтому не считая, что там очень должны бояться мы конкуренция с их стороны, мы думаем, что, наоборот, должны работать вместе и продвигать вперед предложения, которые улучшают инвестиционный климат у нас в Латвии, ну, в Галле особенный. Ну, да. Но все вот эти возможности, о которых вы сказали, и о которых мы говорили ранее, прежде всего направлены на привлечение инвесторов, новых и, в частности, иностранных инвесторов, да? Ну, вот, а много ли заинтересованных среди вот них в работе на территории Латгальской Союз? Есть ли желающие, вот, стучатся ли к вам в двери, ну, вот, даже вот в этих текущих, ну, в этой текущей ситуации? Ну, конечно, есть. Если бы не международная обстановка, не вот этот энергетический кризис, мы бы сегодня видели бы результаты работы этих предприятий, которые получают налоговых средств, но существенно в большем объеме и в создании рабочих мест, и в привлечении инвестиций. Но мы видим, что они не пропадают. Все-таки условия работы здесь достаточно интересны. Да, они отодвинули немножко по срокам реализации своих проектов, и поэтому мы, как бы, с уверенностью смотрим и в следующий год, что предприятия эти будут работать. Но я скажу, что мы не создаем специальных льгот и специальных условий для иностранных инвесторов. Их достаточно много, но, скажем, тот же Пульсар, да, упопился, да, это предприятие, которое известно, и они приходят и работают у нас не только потому, что здесь есть специальная экономическая зона, потому что есть целый пакет программ, есть своя поддержка от самоуправления, от государственных инвестиций, программа СЭС, только если это работает меньше, есть результат. Ну а инвесторы иностранные для нас тоже очень важны. Мы рады, когда наши предприятия развиваются, когда мы можем их поддерживать, с ними проще работать, они здесь, им давать информацию, они ориентируются больше и в ситуации на месте, и с рабочей силой, и контакт с самоуправлениями. У них, как правило, уже есть, хотя мы помогаем тоже, если необходимо в этом плане работать. Но понятно, что их потенциал сегодня не такой, чтобы они могли бы закрыть все необходимое для развития нашего региона. Поэтому, конечно, ищем инвестиции из-за границы, да, но сегодня определить страну происхождения капитала сделать довольно сложное, поэтому говорить конкретно там оттуда или оттуда, ну так, это все несколько условно. Есть случаи, когда понятно, а есть когда, ну это не самое главное. Главное, чтобы эти предприятия, которые приходят сюда, они были бы успешными, чтобы их инвестиции оправдывались, чтобы у них был бы рынок сбыта на мировом рынке, да, там они все-таки экспорт больший. Мы работаем с маленькими, с большими, но все-таки развитие невозможно, ориентируясь только на рынок Латвии, да. Здесь для региона, ну такого прорыва создать невозможно. Мы будем поддерживать все направления, все объекты, все проекты, большие и маленькие. Я бы, может быть, тут немножко отвлекусь. Когда мы работаем с предпринимателем, мы понимаем, что бизнесменер, у него есть видение развития, он хочет его реализовывать, может, как можно быстрее. Да, ну, как иначе, и время, деньги, и так далее, да, и возможности, но нельзя приходить в зону за льготой, когда вы уже реализовали проект. Появился план, сделайте. Бизнес-план, основной документ, который вы подаете, в специальную экономическую зону, в принципе, да, приходите сразу, да, не теряйте хорошие, очень хорошие дополнительные налоговые льготы, которые вы можете получить в поддержку здесь, в Латгалии. Это, в первую очередь, для тех, кто уже работает здесь, для наших предпринимателей. Здесь не такая сложная бюрократия. Мы стараемся все этот процесс максимально сжать во времени, в принципе, да, но и для вас это дополнительная возможность еще раз взвесить свой бизнес-план на развитие или на инвестиции, которые вы проводите, или на создание новых рабочих мест. Потому что, ну, если они у вас будут, а вы не будете получать налоговую льготу, просто обидно, что вы не получаете дополнительную помощь, которую вы заслужили. Янис Анатольевич, ну, вы уже сказали о том, что, в принципе, поддержка может быть эффективной в одном случае, если самоуправление, регион планирования, администрация Латгальской СС работает сообща. А вот как строится вот это сотрудничество, этот диалог между самоуправлением? Самоуправлений-то много, администрация СС одна. Ну, хорошо. Я являюсь председателем надзирательного совета Латгальской специальной экономической зоны. Надзирательный совет состоит из представителей самоуправлений, на территории которых возможно получить льготы от Латгальской СС. Оно же изначально заложено в саму структуру работы специальной экономической зоны. Мы так делали специально, когда создавали этот закон, продвигали, сделали так, что внедряющая его институция является регион планирования. А он же состоит из соуправления. И, конечно, у нас общая задача. Самоуправления работают, допустим, по Латгальской программе, получают деньги на развитие деградированных территорий. Они не только благоустраивают территории промышленные, восстанавливают их, они строят и новые производственные помещения. Конечно, у нас есть информация об этом. Конечно, мы предлагаем инвесторам, если в эти помещения будет приходить инвестор, конечно, мы предлагаем ему и налоговые льготы, это и помощь самоуправлением по привлечению туда предпринимателей, которые будут работать. У нас же общий интерес. Развитие нашего региона, самоуправление работает, каждая на свою территорию, мы работаем на всех. Мы получаем у них заранее информацию, какие у них есть возможности, что они могут предложить инвесторам. Если к нам приходят инвесторы, мы сразу говорим, посмотрите, съездите туда, посмотрите, съездите туда. Мы, если надо, организуем и контакт с представителями самоуправления, то есть с государственными институциями, бизнесменов интересует, что будет с рабочей силой, где есть она, как ее, если надо будет, повышать квалификацию. У нас есть и с университетами, и с техниками нашими, и с государственными институциями, которые помогают в повышении квалификации работников. Все эти возможности есть. Если эту информацию не давать инвесторам, то довольно трудно ожидать какого-то быстрого развития. Ну что ж, о результатах этой работы мы узнаем прямо сейчас из нашего сюжета. Мы сейчас находимся в городе Балвы, где в рамках проекта было реализовано мероприятие, которое предназначено для предпринимателей как производственная территория. В рамках этого проекта или в похожих проектах были реализованы не только в Балвы, но и в других краях, которые находились до реформы. Это было Балтиновский, Ругайский, Вилягский и Балвский. И на многих территориях были организованы проектные активности, где в рамках этих проектов была построена инфраструктура, либо это дороги, либо это ангары, или какие-то площадки, предназначенные для предпринимателей. И сейчас мы даем аренду, где предприниматели могут начать или продолжать развивать свое предпринимательство. Эти ангары, которые были построены, все ангары, уже арендованы. В некоторых даже была очень интересная ситуация, то, что стартовая цена на аукционе было намного меньше, чем в конце было произведено аукцион. Стартовая цена была, скажем, на тысячеквадратный метр. Мы начали с 600 евро, и оно поднято было более чем 2000 евро. Мы, как арендаторы, конечно, этому рады. И, конечно, рады предпринимателям, которые решили открыть свой филиал. У них сейчас есть один из филиалов в Литве. Мы работаем над тем, чтобы все предприятия, которые планируют развивать, были бы у нас. Преимущество, которое дает Владгалии закон специальной коммунической зоны, это очень большой мотивирующий инструмент для предпринимателей, чтобы развивать или начать свое предпринимательство в Владгалии. Но это не единственный инструмент, который нам дает преимущество, потому что, скажем, в рамках закона самоуправления могут сделать буквально до 90% скидку на налог недвижимости, но если это где-то 200, 300, 500 евро, то это легота или скидка на такой очень неинтересной предпринимателя. Но есть множество других инструментов, когда, скажем, предприниматель может получить свои дивиденды с 5% сталкой, и это уже интересно. Но это, опять же, интересно тем предпринимателям, тем предприятиям, которые получают доход. Что хорошо, то что мы, как Владгальские самоуправления, все время находимся в контакте с правительством, и не всегда, но большинство правительства нас понимает и поддерживает, потому что понимаем, что, во-первых, если говорить о развитии предпринимательства, в Владгалии мы говорим про государственность Латвии и про стабильность Латвии. Поэтому мы открыты диалогу и продолжается диалог. Мы вернулись в студию. Янис Антонович, увидели, что сегодня происходит на территории Балского края. Работа, по крайней мере, в рамках Латгальской программы идет. Что скажете, насколько вы удовлетворены этими результатами? Сегодня предприятия Латгальской СС сконцентрированы в Далгопилсе, Аугждалговосновоц, Ливане и Красного. Мы желаем все-таки эту географию по Владгалии расширять и Балви это одно из тех мест, где считаем, что это очень скоро удастся. В своем управлении Балви по Владгальской программе получили деньги, получили возможность для развития промышленной инфраструктуры, они даже построили здания. То есть они взяли на себя, как и другие соуправления, многие, не все, но риск, потому что деньги, которые выделялись европейские на строительство таких объектов, они определялись на одно созданное рабочее место, не больше 40-60 тысяч евро, плюс еще к этой сумме можно было бы добавить сумму, которую потом туда инвестирует частный предприниматель. Технологии там будут устанавливаться и так далее. И если эти результаты не будут достигнуты, то самоуправление может потерять деньги. То есть для самоуправления был большой риск. Но другой возможности такой прямой поддержки предпринимательства для самоуправления, особенно над Галией, в общем-то это и нет. Поэтому они и шли на этот риск, риск осознанный, проще было с инфраструктурой, конечно, проще работать в этом случае с местным предпринимателем, ты должен заключить с ним договор о намерениях, он говорит, да, я буду развиваться, я создам, вот если ты мне сделаешь, там подведешь электричество, дорогу там и так далее, я создам там столько-то рабочих мест, вложу столько-то денег в оборудование, на эти деньги ты можешь это как бы делать, да, получать европейские деньги. Но, они сделали здание, они провели аукцион, они нашли инвестора, ну и мы со своей стороны предлагаем этому инвестору дополнительные льготы, для того, чтобы он был бы заинтересован, что он приходил, а в Балве это вообще, по-моему, если все закончится так, как заключенные, в принципе, у них договор на аренду уже есть, наши специалисты с ними работают, они готовят проект на инвестиции за вновь созданные рабочие места, да, и для региона Латгалии это очень важно, такие рабочие места, где высокая безработица, и здесь будет очень хороший пример, а мы видим, как вокруг хорошего примера создается, ну, эффект кластера, когда у нас предприятие, работающее в электронике, в Даугопилсе, допустим, одно предприятие стало работать и резко развиваться, появляется партнеру, появляется общее у них сотрудничество, взаимные заказы, расширяется информация и происходит рост, то есть здесь работаем и надеемся только на плюсы, ведь кроме самоуправления есть еще и Алтум, есть и Лия, которая тоже работает с предпринимателями, с инвесторами, которые приходят и в Латвию, и поддержку здесь обеспечивают, и там, где мы ее можем консолидировать, мы этим обязательно занимаемся. Говоря о Балском крае, я хочу отметить, что в ходе реализации всех проектов, которые были начаты и проходят в рамках Латгальской программы, на территории края будет обновлено практически 20 гектаров деградированной территории, это очень много, и создано не менее 162 рабочих мест, я думаю, что для Балского края это очень даже неплохой результат. Продолжение нашего разговора о том, что да, сегодня в условиях сложной геополитической ситуации предприятия сталкиваются с различными проблемами, но понятно, что и у них перед вами тоже есть обязательства свои. Если предприятие не в силах выполнить сегодня эти обязательства, как тогда проходит этот процесс, что предпринимается? Они остаются виноватыми, или все-таки есть какие-то варианты? Во-первых, обязательства предприятия перед специальной геополитической зоной фактически только одно, успешно завершить свой проект и получить налоговую льготу. И понимаем, что сегодня ситуация непростая, меняются условия, надо поменять сроки проекта. Пожалуйста, никаких вопросов, меняем. Потому что эти сроки определял до этого предпринимателя, единственный нормативный срок сегодня, на новое созданное рабочее место, это два года. Все остальное регулируемо. Поменялась сумма? Пожалуйста. Поменялись сроки? Пожалуйста. Мы будем обязательно, мы первые, кто заинтересованы, чтобы они свой проект завершили и получили бы налоговую льготу, чтобы они дальше развивались, дальше работали, чтобы делали бы новые проекты. У нас пока удается все пожелания наших партнеров, которые работают в СЭС по изменениям, улучшениям проекта. мы принимаем, мы поддерживаем, и такая информация очевидно распространяется, и это помогает новым инвесторам принимать решения. Здесь не будет никаких штрафов, здесь не будет никакой бюрократии, важно, чтобы все было хорошо, и они в итоге получили бы... они получат на новую льготу, когда произведена инвестиция, созданы рабочие места. То есть все хорошо, и им хорошо, и региону хорошо. Ну, тогда получается, что самое главное информировать о своих проблемах своевременно. Но вы уже сказали о том, что сотрудничество самоуправления, и Латгальское регионопланирование, и Латгальское СЭС, это у всех одна цель, это способствование развитию бизнеса, следовательно, способствование развитию региона. И опять-таки в следующем нашем сюжете мы узнаем, как это происходит в Далгопилсе. Далгопилс исторически является уникальным городом. Если мы его сравниваем с другими городами Европы, то мы видим очень яркую, выраженную тенденцию. В Европе есть или зеленые города, где все катаются только на велосипедах, и нет никакой промышленности, или ярко выраженные промышленные города, где просто идет один дым с под производственных мощностей. Далгопилс в этом плане уникальным, потому что у нас есть достаточно большое количество рек, озер, парков, лесных массивов, и в то же самое время индустриальных зон, таких как на химии, такие как в Крыжах, в Гайке, улице Мотору. Уже какое-то время назад Далгопилское самоуправление вместе с регионом планирования заняло самую главную цель для развития предпринимателей. Это приведение в порядок индустриальных территорий, таких как проведение асфальтных покрытиях, дорог, местной инфраструктуры, приведение газа, электричества, мощностей. Все, так сказать, чтобы предприниматель мог бы сюда заходить и здесь работать. За последние года более 21 гектара общей территории были приведены в порядок и Далгопилское самоуправление получило более 13 миллионов евро европейского софинансирования. Сегодня мы находимся на одном таком ярком примере, это за моей спиной стоит здание по адресу «Менделеево-5». Это успешно реализованный проект по результату чего французская компания «Эксон Кейбл» взяла в аренду это производственное здание, создала дополнительных 200 рабочих мест и сейчас достаточно успешно реализует свою коммерческую деятельность. На этом мы не остановились, мы продолжаем работать в этом направлении. Также в индустриальной зоне неподалеку отсюда на улице Спалю-4 мы получили поддержку в размере 4 миллионов евро и озадачились целью создать еще дополнительно 150 рабочих мест. Но, конечно, существующие реальности этого года и военные действия ставят постоянно по таким вопросительным знаком этот проект и постоянно мы сталкиваемся с новыми задачами. Это в том числе очень связано с огромным удорожанием этого проекта. Но мы не потеряли надежду, поэтому боремся за него. В любом случае Daugupils сделал уже большие шаги для развития предпринимательской деятельности. Я надеюсь, что такой же большой импульс, как проект Аэропорта, который именно позволит быть магнитом, дальнейшим инвестором и быть привлекательным всему Латгальскому региону, а в том числе создавать новые рабочие места, будет реализован. Сегодня мы этот проект уже считаем как сдвинутым с места. Последние 30 лет мы о нем говорили только как о потенциале. Сегодня при поддержке Министерства регионального развития мы полностью за госфинансирование реализуем проектные работы по именно реализации проекта Аэропорта. До конца 2023 года должны быть завершены проектные работы и далее будем уже работать с привлечением и реализацией именно самого строительства этого проекта. Есть что добавить? Как вы оцениваете действительно работу ДАГУ по способам управления в поддержке бизнесменов и в развитии инвестиционной среды в городе? Мы же все знаем какие сложные времена. Это же не только граница, это не только энергоресурсы, вопросы с транзитом. Конечно, экономика ДАГУ подверглась особо сильному давлению. Если бы не проведенная работа по развитию предпринимателей, которые есть, по их поддержке, то здесь была бы ситуация не сложная, а катастрофическая. Я уверен, что тот потенциал развития, которого у нашего города есть, он будет использоваться, он будет поддерживаться. По крайней мере, с нашей стороны мы сделаем все возможное, чтобы инструментов для поддержки предпринимателей было больше и самое главное, чтобы они были бы более эффективны. И только так мы добьемся того, чтобы развитие Адаугапилс, центр развития региона, все-таки самое крупное самоуправление Латгалии, соответственно, и с более высоким потенциалом. Новый, ну не новый, это уже существующий период планирования, мы уже почти два года в нем живем, тоже предусматривает программы по развитию инфраструктуры, необходимы для предпринимательства, их надо развивать и их надо делать максимально приближенными к тем потребностям, которые есть у предпринимателей. Надо отметить, что Латгальская программа это 52 миллиона евро, да, я так понимаю? Это была одна из Латгальских программ. Это вторая, по-моему, да, уже как бы, да. И здесь надо идти вперед, на сегодняшний день разговор о том, будет ли какая специальная программа обозначена в деньгах, вот после последнего создания кабинета министра поездного, который был в Лудзе, да, ну, я не могу сказать, но, по крайней мере, уже, ну, достаточно, можно говорить о том, что будет применен повышающий коэффициент по выделению европейских денег для регионов, у которых индекс развития меньше. это... Я вас перебью, но региона опять не будет, как Латвия, знаете, Латвия, а не регион. Нет, 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 в данном случае это наш внутренний документ латвийский, это регионов Латвии, да. Я, ну, я верю, что ни новый САИМ, ни нового правительства от этого принципа отказываться не будет, хочется и более радикальных мер для поддержки именно регионального развития, ну, здесь только работаем вместе, только объясняя и защищая интерес наших предпринимателей, наших людей, мы можем добиться результата. Они, безусловно, будут. Вот на этой хорошей ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова